Прямо сейчас мы переходим к набору посуды. И называется он Форева. Как переводится Форева? Навсегда. Вау, вы представляете? Ой, ну это, наверное, прочная должна быть посуда, раз у нее такое название. И сегодня действует цена премьеры. 3499 рублей. Это новинка. Это только сегодня первое появление этого набора. И хорошая выгодная цена. Ты знаешь, Миша, вот за что я люблю шопеншоу, что у нас даже на новинке есть скидки. Ну а сейчас уже будем тестировать. Во-первых, сразу хочу сказать, что у нас набор большой. Что у нас стоит в набор? Будем разбираться по ходу дела. А у нас Миша тем временем уже готовит. Итак, а я сейчас расскажу не только то, что есть в наборе, но еще и покажу, что в нем можно готовить. А еще мы запишем рецепт. Так что берите обязательно блокнотик, берите ручку, потому что шеф-повар, конечно, Миша у нас будет делиться рецептом. И мы можем воплощать все. Ты несложный, надеюсь, рецепт приготовил? Я всегда говорю, что если правильно объяснить, то сможет сделать и трехлетний ребенок. Сложных рецептов не существует. Ну что, давайте разбираться. Набор хороший. Посмотрите, вот в моем понимании у меня 4 человека в семье. Я муж и 2 сына. Так вот, вот это я считаю набор самый необходимый. Все, что нужно. Здесь есть блинная сковородка. Посмотрите, какая она симпатичная. Здесь есть у нас также и ковш. А ковш необходим каждой хозяйке. Здесь можно делать соусы. Можно варить яйца. Посмотрите, какой он гладенький, симпатичный. И это еще не все. Есть у нас сковородка многофункциональная. Вот она. Смотрите, какой хороший у нас здесь диаметр. Это 24 сантиметра. С крышкой, естественно. Есть очень интересная посуда. Миша, что это? Скажите, пожалуйста, как это называется? Это казан. Казан. В японской кухне его называют вок. Очень полезная конструкция. Будем разбираться. И еще у нас есть и кастрюля. Итак, один предмет обходится меньше, чем за 700 рублей. Вдумайтесь. Ну, а еще у нас есть сюрпризы. Это не простой набор. И обо всех сюрпризах мы сейчас расскажем. Так, Миша, что такое жариться? Рассказывай. Итак, друзья, внимание. Я рассказываю и показываю. Во-первых, я хочу обратить внимание на что в этой посуде. Посмотри. Много овощей. Да. Мяса. И все, как я люблю говорить, танцует у меня в сковородке. Потому что здесь шестислойное. Внимание, шестислойное. Да ты что? А зачем так много? Шестислое. Шестислое специальное. То есть, во-первых, я сейчас хочу сказать, почему сота. Вот этот многогранник, который, посмотри, видишь, да? Да. Вот здесь у меня. Да. Он позволяет, даже если у тебя появилась маленькая царапина, небольшая, дальше она не распространяется. Плюс, намного лучше распространяется температура по всей поверхности посуды. Так. И при этом шесть слоев антипригарного покрытия позволяет без проблем готовить любые, даже самые сложные блюда. Посмотри. Одновременно обжариваем. Как курочка? Ничего не прилипает. Это курочка? Здесь курица и свежие овощи. Здесь курица в томатном соусе. И сейчас я тебе еще покажу, как у нас прекрасно приготовятся блинчики. Оль. Слушай, а вот соты, я-то думала, что это просто для красоты, а оказывается это специальное покрытие. На самом деле, тут немножко такая далекая история. Сота – это абсолютно универсальная форма. То есть пчелы не зря так делают. И это такой секрет, у нас вселенная даже в форме соты. Да ладно? Я даже об этом не догадывалась. Ну а вы, у вас есть хороший набор посуды, который вот абсолютно универсальный. Здесь есть и кастрюля, причем хорошего объема. Здесь супер-казан, я понимаю так, что это удобно, высокий борт. Можно в нем готовить, как на сковороде, можно тушить, как в сотейнике. Можно суп варить. И можно пользоваться им, как фритюром, если у тебя есть газ. Но ему, конечно, сильно перекаливать эту посуду нежелательно. Любую посуду с антипигаром покрытием лучше не перекаливать. А еще, наша посуда обладает еще и съемными ручками. Каждая абсолютная емкость имеет свою крышку. А теперь, внимание, посмотрите, вот я взяла универсальную сковородку. Она входит в набор. Помимо крышки, которую я сейчас снимаю на ваши глаза, у нас очень удобная, необычная ручка. Посмотрите, кнопочка. Видите? Кнопочку я нажимаю и ручку снимаю. И вот так вот аккуратно могу хранить. А это значит, что у нас вся посуда будет мало занимать место. Посмотрите. Оль, а я хочу еще твое внимание обратить, не только мало занимать место. Подумай, вот можно мне? Давай. Смотри, как удобно приготовить омлет. Так. Запечь омлет. То есть, смотри. Как запечь? Ты предлагаешь духовку поставить? Абсолютно верно. Смотри, разогреваем сковороду. Так. Закидываем сюда брокколи, ветчину, какие кусочки сыра. Заливаем это все массой взбитой яйца с молоком. Да. Дальше. Подходим к духовке, ставим. Снимаем ручку. Снимаем крышку. Снимаем ручку, извините. Слушай. И оставляем это на 7-8 минут при температуре 180 градусов. В результате идеальная корочка, хорошо пропеченный омлет. А покрытие-то не испортится в духовке? А вот не испортится, Оль. Да. Температуру оно прекрасно держит в любой духовке. То есть, в духовке оно в среднем максимум выдает 200 градусов. На такую температуру вы, конечно, не поставите. Итак, вы получаете полный набор посуды. Записывайте номер лота. 0-0-1-0-64-8-95. Вы получаете сковороду, вы получаете ковш с крышкой, вы получаете блинную сковородку, большую кастрюлю 4,5 литра и казан с крышкой. Ну и, конечно, поразительно, но у нас ручки съемные. Смотрите, вот, еще раз показываю. Раз. Присоединила. Потом вот так вот нажала кнопочку, вот я ее нажала и сняла. И так же легко опять зафиктировала. Потом уже она сама не снимается. Но посмотрите, у нас и на кастрюле тоже ручки съемные. Вы посмотрите, точно так же. Сейчас, одну секундочку. Чуть-чуть. Так, подождите, давайте. Вот, новая абсолютно, конечно. Вот, вы видите, я еще раз покажу. Кнопочку прижала и зафиксировала. И это прекрасно. И даже на сковороде ВОК у нас тоже ручки съемные. А значит, мы ВОК можем поставить в холодильник. Кстати, а в холодильник можно? Оль, конечно, можно в холодильник. Можно его брать в духовку. Можно куда угодно его поставить, лишь бы тебе это было удобно. Благодаря этому набору ты можешь приготовить большую кастрюлю супа. Посмотри, 4,5 литра с крышкой. Приготовить блинчики. Вот у меня сейчас допечется блин, покажу как. Приготовить блюдо ВОК. Это плов, это суп, это какая-то лапша тайская или китайская кухня. Так. Просто потушить овощи, обжарить. Мы уже видели, да, пожарить котлеты. Плюс маленький ковш, точнее, не маленький, а небольшой ковш. Позволит быстро приготовить. Сварить яйца. Вот очень часто бывает, да, еще что-то для этого. Приготовить детскую какую-то кашку. Очень быстро приготовить завтра. Да, небольшое количество, когда нужно сделать. Ты знаешь, мне очень нравится здесь ковш. В чем здесь преимущество? Посмотрите, он выглядит как маленькая сковородка с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, мне нравится, насколько здесь удобное хранение. Вы посмотрите, как выглядит красиво. И, кстати, очень аккуратно можно вот так вот все сложить горкой. И еще огромный плюс, если вы снимете ручки, то ваша горка, вот, у нас будет еще более компактная. Посмотрите, вы видите, все. При желании, если у вас в шкафу мало места, вы можете снять еще и, конечно, ручки из кастрюль. Посмотрите, видите, абсолютно все. Могу поснимать и компактное хранение. Продолжение следует...